Здесь более-менее все убрано. То есть люди могут спокойно подойти, не боясь упасть. Управляющая компания по адресу Политехническая 55 на предписание, выданное накануне, отреагировала быстро. За сутки подход к подъездам и лестницы были почищены. Дворник здесь и сегодня работает. Отдалбливает оставшийся лед и выметает снег. Борьба со льдом идет и во дворе дома по Амурской 71. Правда, здесь она неравная. На уборку сегодня вышел всего один дворник, хотя предписание на управляйку уже было составлено. Но жильцы рискуют поскользнуться в родном дворе до сих пор. Ну вот как мы видим, частично очищены тротуары, но налить все равно есть, все равно для людей будет все равно опасно ходить. Объяснить ситуацию проверяющим попытался работник РО-11, который представился Владимиром Павловичем. Он рассказал, рабочих рук реально не хватает. Особенно их было не найти в день, когда случился природный катаклизм. Под выпускник в самое воскресенье. Кто из людей тоже приходит в выходной день? Вот ты звонишь и звонишь, вы выходите. Кто нормальный, он вышел. Если руководствоваться правилами благоустройства, то 15 метров вокруг дома дворники должны убирать в течение двух часов после окончания снегопада. Так быстро справляются, конечно, единицы. Остальные, видимо, предпочитают работать с толком и расстановкой. Вообще, как бы, управляющие компании к этому стали относиться намного ответственнее. То есть, территория все равно у нас убирается, своевременно стараются убрать, чтобы не создавать травмоопасную обстановку на преддомовой территории, чтобы людям было комфортно. Но бывают такие погодные условия, когда они не успевают это все убрать вовремя. В такие рейды специалисты будут ходить всю зиму. Все предписания направят в городскую жилищную инспекцию, где решат, какой штраф выписать нарушителям. Его максимальный размер для управляек сейчас составляет 50 тысяч рублей.